здравствуйте друзья зачитываю вопрос добрый день михаил вопрос про резюме часто вижу такую классификацию как junior middle middle ok senior но как определить при составлении резюме в какую часть себя отнести и стоит ли вообще подобное указывать это же все так субъективно человек может 10 лет проработать в компании быть рядовым к ее инженером но по уровню знаний тянуть на senior как позиционировать себя по уровню знаний составляя резюме плюс такая же ситуация со знаниями разных штуковин например сиквел вот если человек умеет делать там стандартные запросы и только ему писать что он знает сиквел или знает на уровне элементарных запросов если я могу калькулятор на python написать что мне так и писать резюме уровень знания питона напишу калькулятор вот такая путаница возникла мы поговорим давайте друзья начнем с того чтобы сказать что есть некоторая путаница заложенная в самое так сказать основание вот всего этого всех этих оценок путаница состоит в том что для формализации оценки используется количество лет которые человек провел вот занимаясь чем-то и если мы с этой стороны посмотрим то значит есть понятие там entry level entry level это скорее всего он вообще еще не работал если он поработал пару лет он будет джуниор если он поработал там 3-4 года он будет mid-level если он проработал 5-7 лет он уже будет синьор ну и так далее значит теперь это с точки зрения формально с другой стороны если мы говорим что человек получает деньги в зависимости от того насколько он может пользу принести компании то количество лет не столько важно сколько например способность человека решать какие-то задачи стандартные и нестандартные там и тогда опыт значит что есть опыт опыт это то какие задачи человек решал и случись ему нарваться на что-то подобное или идентичное значит он знает быстренько как с этим разобраться вот это опыт получается такая история если например ты работаешь где-то и в течение года очень интенсивно одну за другой решают какие-то задачки там повышающиеся сложности то может оказаться что ты за год получил больше опыта чем если бы работал в какой-нибудь большой большой компании тебе дали бы какой-то маленький кусочек и ты бы там сидел с ним ковырялся и в итоге твой опыт на выходе был бы там 20 процентов от того что ты приобрел работая в небольшой компании где у тебя постоянно там рос уровень задач то есть в этом смысле опыт как бы от от количества лет не не зависит но поскольку в какой-то ситуации нужна формализация чем больше компания тем меньше она завязана на продуктивность вот труда этого человека или того человека тем больше она действует как государство то есть но грубо говоря во вред так сказать всем тем тем больше они смотрят на формальные показатели нежели на конкретные там результаты работы человеку поэтому что тут скажешь значит я просто хотел сказать что есть разрыв значит вот так посмотреть вроде бы он синер чего синяя уже там семь лет работает на что он синер по количеству лет а что он делает эти семь лет а такую ерунду что вот мог бы полгода день поработать и знал бы ровным счетом то же самое поэтому так тоже бывает давайте мы остановимся поскольку там у нас мигалка мигалка полиция вот значит такая жизнь значит есть опыт как способность чего то делать и есть опыт как время по которым провел провел какой то должности если вы устраиваетесь на работу в большую какую компанию на постоянную позицию ну вот что то такое и там много всяких формальных критериев там при нами то вот они будут вас по годам смотреть синер вы или мид левом или вы там джуниор какой нибудь если вы маленькую компанию устраиваетесь где должен прийти человек и просто сделать работу им без разницы семь лет у вас опыта или два вас двумя годами возьмут на синерскую позицию по обязанностям синерскую потому что вы можете делать эту работу у меня есть ребята но я поскольку много знаю выпускников я могу сказать что есть люди очень способные трудолюбивые сфокусированные на чем-то на правильных вещах сфокусированы которые например там за год занимаясь автоматическим тестированием выходит на такой уровень что они идут на интервью им дают 120 тысяч там допустим зарплаты то есть я знаю таких людей не одного я знаю достаточно много не то что каждый второй конечно не поймите меня неправильно но это происходит при том что есть люди которые 10 лет проработали им ну я не знаю у них проблемы там не знаю там 90 тысяч получить потому что ну когда доходят до конкретных вот навыков или что они могут сделать они не так много могут какие-то простые операции много лет подряд выполняли вот и все еще и деморализовались при этом привыкли ничего не делать привыкли не напрягаться как напрячься если ты не напрягался много лет это ж только вот сказки бывают там Илья Муромец там 33 года лежал на печи если вы здорового физически человека я не знаю мастера спорта по самбо положите на печь он не то что через там 33 года он я не знаю там через пару месяцев инвалидом будет знаете что с человеком произойдет вот если его в таком режиме держать поэтому в сказках это возможно а в реальной жизни нет в реальной жизни он нагломлен так уж получается и мало кто после 10 лет ничего такого не делан я мало кто в состоянии пойти и действительно как-то так какой-то рывок совершить по жизни что-то такое крутануть и так далее гораздо проще когда человек который привык пахать меняет область деятельности и если он пахал там где ему давали за это 15 долларов в час он поменял область предметную ему теперь за это же самое дает 50 долларов в час да конечно так он же привык пахать значит возвращаемся к написанию резюме когда позиция попадает на job market откуда вы знаете вот что там ну там написано вот нам нужен там senior там девелопер или там mid-level там и там будет написано еще надо знать так бывает там может быть написано просто там скажем java девелопер а когда начинаешь смотреть и там такой профайл этой позиции там 7 8 10 разных полей там пишут там находится там локейшн там в таком-то месте я не знаю там permanent там или temporary пишут там permanent бенефиты там такие-то так далее и дальше там будет написано level там будет написано junior senior mid-level ну вот такого плана то есть это будет просто вот так не в тайтле позиции не в ее названии а вы где-то вот в таком формальном описании в профайле который заполняет рекрутер или там компания на эту позицию а могут просто писать senior значит никто не знает что люди имеют в виду когда вот такое пишут то есть бог их знает но вы себя должны спросить на какие деньги вы идете на какую сумму вы претендуете если мы говорим про тестирование там пример был человек там 10 лет там тестирует если вы в тестировании если вы претендуете на сумму там я не знаю ну там 100 тысяч вы не можете быть junior и вы не можете быть mid-level значит вы безусловно senior то есть смотрите на деньги и это вам даст самый лучший ответ как бы на этот вопрос и это не в том на самом деле это не то сколько у вас лет опыта и это не то насколько сложные вещи вы умеете делать это то какие деньги вы хотите получать поэтому если вы хотите получать seniorские деньги вы пишите прямо у себя в резюме пишите senior там QA engineer и вас будут звать гораздо лучше чем если вы напишите mid-level и тем более лучше чем если вы напишите junior там или entry-level вас вообще звать не будут поэтому значит зависит от вашего опыта ну если у вас всего год опыта и вы ничего такого серьезного не делали вы можете тоже написать senior то есть никто в вас камень не бросит за это вот но они начнут спрашивать а что ты умеешь вот senior там сказать ну вот там по чуть-чуть а сколько ты денежки хочешь там 25 долларов в час ну а какой же ты senior понимаете если вы не очень умеете что-то делать но хотите там 50 долларов в час то вас просто не возьмут на 50 долларов там на 25 возьмут на 18 возьмут а на 50 уже нет поэтому вот определитесь с деньгами и это не столько то что вы в резюме написали senior level это скорее то на какие позиции вы шлете ваше резюме вот вы видите позицию senior раз послали ну такого плана значит что еще тут сказать в современном мире человек ведь не только резюме шлет так выборочно по каким-то позициям это бывает если ты работаешь у тебя все хорошо и ты шлешь там два резюме в неделю на какие-то позиции которые на вот точно то что ты хочешь ну конечно там можно какое-то время потратить и более точечно это сделать но в принципе если вы ищите работу вы вывесили резюме на дайсе на монстре на карьер билдере на еще там пару-тройку мест может быть зависимости там от географического расположения и чем вы занимаетесь значит вы просто вывесили ваше резюме если у вас реально есть опыт не то что вы там после школы какой-то а реально есть опыт там несколько лет вы можете написать что вы senior а можете не написать что вы senior вам телефон оборвут рекрутеры которые будут вас спрашивать это умеешь это умеешь это умеешь и все да хоть как вы ее назовите эту позицию но никакого значения это вообще не имеет то есть я не хочу сказать что значение этого всего равно нулю я хочу сказать что оно не принципиально от нуля отличается если вам нужна работа если вы не очень знаете как себя назвать вот в этом смысле потому что люди которые знают как себя назвать у них вопросов этих не возникает это другая ситуация но раз у вас вопрос возник а я кто а я senior а я junior а я mid-level то есть мы имеем дело с человеком который пока не очень хорошо ориентируется на рынке соответственно вот ему как быть а ему просто вывесить резюме как есть и написать там все ключевые слова которые нужно было написать прямо в названии позиции вы можете написать там java developer что само по себе неплохо а можете написать туда не два слова там java developer а можете написать допустим пять слов каких-нибудь еще там важных ключевых слов которые есть там в вашей профессии или в том чем вы занимаетесь не знаю ну что-нибудь я не знаю оракл там сиквел ну что вот соответствует там или там я не в курсе от профиля зависит от того чем человек занимается и вот тогда вас будут очень хорошо находить вот и все и в этом вашем профайле когда вы его заполнять будете у меня есть видео на этот счет кстати на partnov.com slash ru у меня там 10 занятий по тестированию но последние два по моему посвящены именно поиску работы и там у меня есть как профайл кодировать на DICE там отдельно есть видео как кодировать профайл ключевыми словами и так далее напишите 10 лет вот будете делать профайл напишите там сиквел 10 лет там java 10 лет это 10 plus 10 plus пишите 10 plus это не в резюме это в профайле когда рекрутер ищет чего-то допустим он ищет там человек который там не знаю там 10 лет или там 8 лет там сиквела и он и вы выскочите у него и вы скажете а чё ж я буду выскакивать когда у меня допустим там чуть-чуть всего ну так ну так ты ж поговорить то хочешь поговори может быть ему и не нужно так много давайте то есть 80 процентов того что они пишут в своем job description это тоже все брехня абсолютно не адекватное так сказать содержание поэтому вот и их bulshed на ваш bulshed вы не можете bulshed воспринимать как честную игру поэтому у них bulshed вы встречный bulshed возникает разговор в этом разговоре значит выясняется соответствие там или не соответствие вообще не надо сильно на эту тему думать Просто идешь и ищешь работу сегодня они не могут выбирать с кем разговаривать вы так пытаетесь значит а как правильно написать да хоть как напиши у них не с кем вообще разговаривать То есть 90% тех резюме, которые там есть, а я вижу Да, у меня есть рекрутовский доступ И я постоянно, почти каждый день туда хожу 90% резюме, которые там у них есть Это, значит, пацаны из кухонь, из бедрумов Которые там крэш-корс какой-нибудь там Бангалорскими методами проходят там 20 часов, 30 часов Вот, и пишут там 7-8 лет экспириенса И идут на рынок Вот это ваша конкуренция Ну, то есть вообще полная, полной непонятки вообще всего на свете Вот они, вот они там и идут А так, чтобы опытного человека резюме Где-нибудь там рекрутер мог найти на DICE, на Monster, на CareerBuilder А чего опытному делать-то там? Понимаете, опытного и так подгребут У него знакомые, у него он работал тут, работал там, у него нетворкинг Он 5 телефонных звонков сделал, 3 предложения получил Сегодня такой рынок Вот, поэтому, если у вас этого нет А скорее всего нет, поскольку задается вопрос А я джуниор, или я синер, или я мид-левел То есть понятно, что человек как бы очень новый на рынке Ну, так и хорошо, значит, вы в отличие от всех остальных Которые там просто ни ухом, ни рылом там, значит, вообще полные беспонятки Значит, а вы будете так связано отвечать на вопросы Вот и все Поэтому я бы так Не задавался сильно этим вопросом Ну, то есть не то, что не задавался Не заморачивался бы Вопрос возник, поговорили, пошли дальше Это очень вторичный, третичный, десятиричный там вопрос с точки зрения приоритетов Вот я бы так сказал Счастливо, успехов в поиске работы Счастливо, успехов в поиске работы